Начнем прежде всего с трагической новости. Сегодня утром в Алматы произошел страшный пожар в одном из хостелов. В результате возгорания погибло 13 человек. Но столько тел в ходе тушения обнаружили пожарные службы. Сам хостел находится в подвальном помещении трехэтажного жилого дома в центре города. Сообщение о возгорании в пожарную службу поступило полшестого утра. По предварительным данным, в этот момент в помещении находилось 72 человека. Большинство успело выбраться самостоятельно. В основном там жили студенты, в том числе иностранные, а также рабочие. На место пожара приехал и Аким, Алматы, ирбал Аддасаев. И вот что он сказал по ситуации на тот момент. У нас из иностранцев являются граждане Республики Узбекистан, которые подтверждены, и Республики Сахар Российской Федерации. Остальные мы дадим информацию коллегам. Что необходимо, будет все сделано. Да, но позже информацию по погибшим скорректировали. Стало известно, что из 13 погибших 9 это казахстанцы, а еще двое граждане Узбекистана и еще двое россияне. По предварительной версии, люди погибли от отравления угарным газом. В сети появились фотографии самого этого хостела изнутри, как он выглядел до пожара. В общем, это такие маленькие коморки с забитыми почти до потолка двухъярусными кроватями. В таком маленьком помещении могли ютиться по 10 человек. При этом в комнатах нет даже форточек, не говоря уже о полноценных окнах. Впрочем, под хостел был переоборудован не только подвал, но и сам первый этаж. Судя по видеокадрам, и на первом этаже с окнами были проблемы. Видимо, они не открывались, так как при попытке спастись люди выбивали окна и таким образом выбирались наружу. Ну, я вот тут, Адель, от себя добавлю, так получилось, что я в этом хостеле, вернее, не в хостеле, а в этом помещении был до того, как его переоборудовали в хостел. В общем, в советское время, по-моему, это был магазин какой-то продуктовый, и, соответственно, подвал, это были склады магазина. А потом там долгое время был оружейный магазин. То есть, самое главное, это помещение вообще никак под проживание людей приспособлено не было. Я спускался и в подвал, ну, просто подбирали мы помещение, искали, и что витрины на первом этаже, что отсутствие форточек на... Не открывались, да? Да, 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 отсутствие форточек в подвале, все это говорит о том, что вообще помещение никак не было, значит, приспособлено для того, чтобы там постоянно находились люди, постоянно жили. Ну вот на данный момент уже известно, что помещение хостела принадлежит дочерней компании Халыкбанка, и оно было отдано под аренду компании Аллахостел в сентябре этого года. До передачи помещение в аренду никак не эксплуатировалось, Акимат города, в свою очередь, добавил, что хостел работал незаконно. Там должен был находиться магазин, то есть разрешение на переоборудование помещения в жилой объект, ну вот, то есть под тот самый хостел, администрация города не давала. Семьям погибшим соболезнование выразил президент Касымжумар Токаев. Глава государства отметил, что виновные в этой трагедии понесут ответственность по закону. Правительству и Акимату Алматы поручено оказать помощь семьям пострадавших. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Я хочу тебе сказать, Аллахостел называется предприятие, а думали, что под магазин. Ну да, ну как всегда, в общем, у нас на вывеске можно писать правду, а в документах там все по-другому. В общем, все-все, оказывается, знали, и нарушения были с чьего-то ведома. В общем, на месте трагедии с утра работает наша съемочная группа, а журналисты уже успели наши Айрана взять интервью у жильцов этого дома и постояльцев сгоревшего хостела. Те, кто смог выжить, да, те, кому удалось спастись, люди, которые в тот момент находились в здании. Сейчас с нами на связь выйдет Донара Исметова, корреспондент Айрана, у нее узнаем все подробности. Донар, добрый вечер, привет. Слышишь нас? Добрый вечер, коллеги, да, вы меня спросите? Да, да, все отлично. Донар, расскажи, пожалуйста, что происходит сейчас там на месте пожара? Вот мы видим как раз, по-моему, сзади здание этого хостела. Ведутся ли какие-то следственные работы и в целом там какая обстановка? Да, мы как раз сейчас находимся по улице Адиша Рипова, напротив Алматы Хостела, где рано утром сегодня произошел пожар. Здесь сейчас тихо, в принципе, сам пожар начался с подвала и его довольно быстро потушили, ну, довольно быстро, зачастно тушили, поэтому на фасад он перепинуться не успел. Сейчас вот произошедшие трагедии напоминают, наверное, только территория, которая до сих пор отцеплена полицией, разбитые стекла, которые вы тоже, возможно, можете видеть вот прямо за мной, и бригады спасателей, которые до сих пор прибывают на место для проведения каких-то работ, о природе которых, правда, они рассказывают, пока нет. Да, Нара, вы там работаете целый день. Что говорят сами жители, соседи? Слышали ли они сигнализацию пожарную? Вообще, как все произошло? Да, в постояльце Алматы Хостела у постояльцев слышали сигнализацию. Говорят, что именно она вкупе с сильным шумом, с жутким дымом, в принципе, и разбудила их. 59 из 72 постояльцев Алматы Хостела, 59 постояльцев смогли эвакуироваться самостоятельно, хотя это было очень сложно, как они утверждают, потому что весь первый этаж был в дыму, света не было, проходы были очень узкие, в коридорах толпились люди, окна были закрыты. Об этом как раз нам рассказала женщина, она живет здесь неподалеку и была очевидцем событий, я предлагаю, допустим. Нет, дыма ничего не было, а вот запах, запах, да. Но обратите внимание, окна не открываются у них. Как так можно? Из-за задымленности многие студенты выходили через окна, так как они не могли найти выход к двери. А так, в основном, все, кто эвакуировались, они сейчас в полной безопасности на данный момент. Донара, вот главный ключевой вопрос. Насколько известно, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Это вот как маленькая однокомнатная квартира фактически. Но при этом столько погибших, 13 человек. Скажи, пожалуйста, почему так много людей погибло? На самом деле сказать сейчас, что это точно очень сложно. Наверняка причин было много. В любом случае, пожар произошел поздно ночью, ну или рано утром, в половине шестого, когда большинство людей должны пересыпать. В любом случае, ожидают, что угар с газом, что-то во сне. В любом случае, сейчас дочерство будет собственное расследование для выяснения обстоятельств пожара и причин возгорания. И у них, как они говорят, на рассмотрении находится сразу несколько версий. Одна из них – это электросамокат, который могли оставить на зарядку на всю ночь в коридоре. Другая – это замыкание электропроводки. Также рассматривают версию с курением и последующим возгоранием матраса. Но в любом случае, какова бы ни была причина, спровоцировавшая пожар, налицо тотальное пренебрежение правилами противопожарной безопасности, да и правилами вообще. В этом здании не было огнетушителей, так и говорят те, кто спасся из пожаров. По информации Акимата, также это здание было создано в аренду владельцу Костова в сентябре 2013 года. Но только вот это здание, это помещение, то есть подвал и первый этаж не были приспособлены для проживания людей. Они были предназначены для торговли. То есть здесь мог располагаться магазин, но никак не гостиница и не костал, где будут жить люди. И также утверждает Акимата, что никто к ним за соответствующими разрешениями с целью переоборуживать как-то это помещение, сделать его приспособленным для жителей людей, никто к ним за такими разрешениями не обращался. Да, ну тут я еще раз вот это вот скажу, что я сам собственными глазами видел, что это был когда-то продуктовый магазин, потом был оружейный магазин, вообще никак это не приспособлено для... Ну подвал, да. Да, подвал. Там какие-то кадры вот мы показывали, были, это судя по всему какие-то другие хостелы наши алматинские, да, вот это видео было. Но это не тот хостел, в котором произошла трагедия. Ну ладно, у нас еще вопросы. Да, Донар, давай чуть-чуть поконкретнее. Вот смотри, в помещении были ли выходы или был один выход, поэтому там ты рассказываешь, из-за задымленности они не могли выйти. А эти выходы, если они были какие-то запасные, они как-то работали? Как вообще сам хостел функционировал? Выходов из этого хостела было и есть два. В целом мы их даже видим сами, основной, не тот, что сбоку по улице Шарифова, но только согласно тому, что говорят, спасшиеся из пожара, открытым на момент пожара был только один. Поэтому все люди стали толпиться в узких коридорах, пытаться пробраться через этот жуткий дым. Некоторые даже стали выбивать окна, чтобы спастись. Вы тогда видите эти разбитые стекла. Но, как вы уже и сказали, и как знают, это спасшиеся из пожара. Здесь раньше располагался оружейный магазин, поэтому стекла могли быть повышенной прочности, что затрудняло как раз-таки этот процесс разбивания. Я также предлагаю послушать одного из переживших пожара, который, слава богу, смог спастись. Он до сих пор пребывает в недоумении и тоже задает себе много вопросов. Донар, а что-нибудь известно о погибших? Кто они? Да, более подробная информация о погибших силах, где-то к обеду. Сейчас известно, что 9 из 13 были казахстанцами. Они приехали в Алматы, в разных регионах нашей страны. Четверо оставшихся – это иностранцы, двое граждан России и двое граждан Узбекистана, самых разных возрастов. Однако, как не прискорбно это сейчас узнавать, многие, спасшиеся из пожара, считают, что и их, по сути, хотя предполагают, что все они отравились угарным газом, можно было бы спасти, если бы скорая помощь, фельдшеры, а также полиция, которая, по некоторым данным, тоже прибыла довольно рано, были бы более расторонны. В том случае, любой важный вопрос, или даже какая-то череда важных вопросов, которые возникают после произошедшей трагедии – это то, сколько еще таких незаконно функционирующих гостовов сейчас в Алматы. Неужели хозяевам гостов настолько безразлично, настолько наплевать на безопасность своих клиентов? Как и куда смотрел владелец здания, кто-то сдавал помещение в аренду, и туда смотрели чиновники, которые в Сибири не торопились проверками. А здесь Алматы – это большой город, мегаполис, куда постоянно приезжают люди, что население постоянно растет. Здесь есть, сюда приезжают взрослые, студенты, которые хотят обучаться, которые хотят найти работу. И вот получается, что если у тебя нет денег, то единственная возможность найти себе доступное жилье – это оказаться в замкнутых условиях, которые просто представляют риск это и собственные действия. Ну, абсолютно, об этом и речь. Алматы сейчас, не секрет, испытывает такой наплыв и релакантов, и людей, которые приезжают сюда для того, чтобы заработать деньги в поисках заработка. И этих хостелов, мы видим, на улицах города становится все больше и больше. И зачастую, как раз так, как это такое бюджетное жилье, эти помещения, они не приспособлены, никак не рассчитано это на то, чтобы там жили люди, никаких правил эвакуации, способов выбраться в случае такой экстренной ситуации не предусмотрено, как это вот в гостиницах, где здания изначально строятся как раз под то, чтобы скучно жили люди. В общем, вопросов масса. Плюс еще вот твои вот эти вот комментарии очень интересные по поводу того, что и по мнению выживших, и полиция, и бригада скорой помощи, может быть, работала как-то нерасторопно. Потому что 13 человек, погибшие от угарного газа, но это люди, которые погибли в душегубке в такой. Ну, вполне может быть, они не могли проникнуть в здание. Ну, может быть, вопросов много. Сразу, если работал один вход, да. Вопросов очень много. Спасибо, Донара, мы следим за ситуацией. Хотим, в свою очередь, выразить соболезнования семьям погибших. Да. Сколько бы мы не надеялись и не говорили, к сожалению, раз за разом в стране происходят такие вот трагедии, когда то дети погибают в пожаре, вот теперь студенты и простые рабочие. Все это страшно и печально, и мы вынуждены продолжать наш выпуск. Будем говорить и о других проблемах. Впереди у нас разговор про Нурсултана Назарбаева. Он выпустил книгу, мемуары, можно сказать, где впервые рассказывает о второй семье, сыновьях. В общем, почему Нурсултан Абишевич решил рассказать во всеуслышании об этом сейчас, мы, естественно, сегодня поговорим. С Булатом Абиловым в прямом эфире решили поговорить. Так что дождитесь. Да, ну, в общем, там ближе к концу будет такой у нас разговор о вот этом литературном труде, новинки на рынке. Новинки на рынке. На книжном рынке, да. Ну, а следующая новость, она такая, не такая игривая, как книги Назарбаева. Следующая новость из мира коррупции и тотального воровства. Ну, то, к чему мы, в принципе, привыкли. В Казпочте национальная компания обнаружили масштабные хищения – 270 миллионов тенге. Это стало известно в ходе внутренней проверки самой НАСКомпании. Все полученные материалы о своих недобросовестных сотрудниках Казпочта передала Департаменту экономических расследований. Сотни миллионов, выяснилось, похитили путем мошенничества, хищения, краж, незаконного вознаграждения себя самих. В общем, в Казпочте воровали как могли. В целом, на данный момент зарегистрировано уже 11 уголовных дел в 7 регионах. То есть, воровали не только там в одном регионе, а Казпочта – это же большая компания, национальная. Воровали тоже с национальным масштабом. Ну, Даурен, воруют у нас с масштабом не только в национальных компаниях, как выяснилось, но и в Акиматах. Оттуда тоже тащат, причем не меньше. По данным прокуроров, только один отдел в Акимате – это ЖКХ в области Улы-Тау – разбазарил или, вернее… Я другое слово хотел сейчас сказать. …присвоили 223 миллиона тенге. Представляете, работали наглые госслужащие по, ну, можно сказать, отработанной, видимо, давно отработанной и проверенной схеме. То есть, они завышали стоимость оказанных Акимату услуг. Все просто. Все это произошло в 2021 году, когда должностные лица из Акимата занимались реконструкцией и модернизацией тепловых сетей Жесказгана. Жесказгана нашего, да? Получается, что деньги в бюджете на модернизацию, реконструкцию коммунальных сетей у нас все-таки есть. Но, видимо, из-за расхитительства таких вот чиновников потом правительство вынуждено брать деньги будущих пенсионеров на разные проекты. Вопрос. Где гарантия, что и эти полтора триллиона тенге, которые кабинет министров хочет взять у ЕНПФ, в итоге не будет так же похищены? То есть, опять завысят цены, а потом скажут, вот, смотрите, все по чеку, все выполнено и все по чеку. В общем, коррупцию в этой стране, ну, не хочется говорить, что, видимо, не победить. Но страшно думать, что победить будет очень сложно. Деньги есть, но они не для ваших ТЭЦ, а для того, чтобы мы их украли. Да, Даврина, а потом самое страшное, у нас выходят вот эти вот репортажи. Кибастус замерзает, Костанай замерзает, Жесказган замерзает. Да, понятно. Ну, идем дальше. В Карагандинской области суд отправил почти на 7 лет в тюрьму местного жителя за участие в войне в Украине. По данным суда, 34-летний Алексей Шомполов, или Шамполов, наверное, Шомполов от слова Шомпол, в общем, житель поселка Топар, воевал в составе ЧВК «Вагнер» против Украины. Его признали виновным по статье «Наемничество» и отправили на 6 лет и 8 месяцев в тюрьму. Помимо этого, суд постановил конфисковать у него деньги в размере 205 тысяч рублей, который, видимо, он там заработал, который ему Пригожин дал за то, что он убивал ни в чем не повинных людей. В общем, по текущему курсу это больше миллиона тенге. Эти деньги наш суд вполне разумно посчитал добытыми преступным путем. Из приговора суда следует, что этот самый Шомполов в марте этого года в социальных сетях прочитал сообщение о высокооплачиваемой работе в России. Ну, даже после того, как ему сообщили... Оказалось, извини, оказалось не Арифлейм, да? Оказалось, не Арифлейм и не доставка еды. Да, про еды на адам, да. Да, оказалось, что ему нужно убивать украинцев, но это его не смутило никак. И, в общем, поехал он воевать в Украину и отправился на фронт. И наемник из Казахстана в составе других наемников, что делал, заряжал пушку Д-20. Не знаю, что это значит, но я так думаю, ничего хорошего в такой работе нет. Но, к счастью, повоевать долго не смог. Практически сразу этот Шомполов был ранен на фронте и комиссован, и вернулся домой в Казахстан. И тут уже его задержали наши спецслужбы. Сам Шомполов просил суд не лишать его свободы, а дать более мягкое наказание. Ну вот, в итоге, впрочем, срок ему назначили не максимальный по этой статье, там грозит 10 лет, а даже меньше 7 лет. Вот такая новость. Да, новость, по сути-то, не веселая, потому что очень огорчают такие факты, что люди еще у нас в мирное время рвутся на войну и еще и участвуют. Очень огорчает, что казахстанцы вообще решают проблемы не Казахстана и не могут придумать, как заработать деньги более экологичным путем. Вот я, да, и хотела сказать, что еще и печально, что за любые деньги уже узнала о высокооплачиваемой работе, уже понимает человек, что это война, это риск твой прежде всего, это не самое благое дело. И вот такое вот выходит. Это новость, в общем, и смех, и грех называется. Следующая новость, она у нас связана с корью. Сегодня у нас казахстанские новости. К сожалению, ситуация по заболеванию в Казахстане выглядит угрожающей. По официальным данным в стране уже зарегистрировано более 17 тысяч заболевших корью. И большинство, свыше 80%, это дети. Некоторые больницы вообще переполнены. Уже 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Есть и те, кого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Половина из тех, кто в тяжелом состоянии, это дети до года, совсем малыши. В связи со вспышкой кори, Минздрав закупил дополнительные полтора миллиона доз вакцин. 500 тысяч уже поступили, а остальные, это вот миллион доз, ожидаются в декабре. Да, только вот вроде вакцина есть, но благодаря так называемым антиваксерам ситуация только ухудшается. Что теперь делать и объявят ли карантин, мы спросим у Каната Тикибаева, директора департамента профилактики инфекционных заболеваний при Минздраве. Канат Умербаевич, здравствуйте, слышите нас? Как слышите? Здравствуйте, добрый вечер, слышу хорошо вас. Да, спасибо, что выделили время пообщаться с нами. Вот, в общем, сообщали, что 30 детей в реанимации. Располагаете ли вы какой-то информацией, как их состояние сейчас, на сегодня, и поступают ли еще пациенты именно в реанимационные отделения? Да, как уже вы сказали, что 30 детей находятся в реанимационных отделениях. Состояние тяжелое, но на поступление новых больных я, к сожалению, не владею такой ситуацией. Да, потому что каждый день меняется, дети поступают, выписываются, поэтому я точно вам не могу сказать на этот вопрос. Ну а почему заболевших корью становится все больше и больше? Это вообще можно как-то остановить? Да, как вы знаете, корь — это вакциноуправляемая инфекция. В принципе, причина-то на самом деле проста, то, что не прививаются многие дети, отказываются именно родители от прививки, от вакцинации своих детей. И как вы знаете, что 82% среди заболевших — это невакцинированные лица. Также есть дети, которые не достигли прививочного возраста, то есть дети до года, тоже большой процент среди них заболевших. Вот, и в связи с этим у нас началась дополнительная массовая иммунизация. С 5 ноября, как вы знаете, мы начали прививать детей от 6 месяцев до 11 месяцев. Ну, дальше будет прививаться еще от 2 до 5 лет дети по второму этапу. А скажите, пожалуйста, вот это правда, что вот этот кризис с вакцинами, что количество антиваксеров, его стало больше как раз после пандемии коронавируса? Что вот тогда произошел вот этот водораздел, и у многих людей как бы упало доверие в целом и к медицине, и вот к вакцинации в частности? Ну, антиваксерное движение, оно не новое, да. Вы знаете, что это началось еще в 90-е, в начале 2000-х годов. Вот, и в Америке, и в Европе это очень развитые движения. Но на самом деле сегодня у нас в Казахстане, ну и в других странах, очень разные социальные сети. И социальные сети практически могут выкладывать любой материал, да, вот, и в том числе и даже и доктора, да, известные, которые могут призывать, допустим, ну, к антивакцинации. Вот, но, да, антиваксерное движение, конечно же, оно сильно повлияло тоже. Люди верят в то, что смотрят, да, и, ну, зачастую мы не фильтруем ту информацию, которую получаем. Вот, и я призываю, конечно же, слушать, вернее, да, слушать, ну, действительно, профессиональных людей, которые занимаются этим делом профессионально, да, вот, иммунологов, врачей-инфекционистов, эпидемиологов. Канат Вимирбаевич, можно я один вопрос задам? Да, вот вы, можно сказать, чиновник от медицины, да, мы вас часто критикуем, на самом деле, в наших эфирах, ну, за всякие решения, но вот в данном случае, вот я лично выступаю за такое директивное решение всех обязать, как в советское время, вакцинироваться. А как вот вы относитесь к этому? И вообще, есть ли такие перспективы, что у нас обязательная вакцинация будет просто прописана в законе, ну, как в Советском Союзе? Да, это была хорошая практика. Я, кстати, тоже застал, да, я был маленьким и вакцинировали, но нас не спрашивали, наших родителей, да, мы получили все, все вакцины, все прививки согласно календарю, которые положены были. Вот, и, наверное, благодаря этому наше поколение, ну, таких вот как-то вспышек, я не помню, да. Ну, дело в том, что сейчас международным и в Германии, и в Италии, и во Франции практикуется очень широко, что непривитые дети не принимаются в школу, да, вплоть до штрафов накладываются. Ага, вот так вот. На родителей, да, на родителей, да. Но у нас на сегодняшний день мы имеем свою законодательную базу, ну, в том плане, что, да, прививки обязательные, но прописано, что мы должны согласие, с письменного согласия родителей, конечно же, прививать. Ну, руки выкручивать никто не собирается, понятное дело. Мы живем сейчас не в то время, как было в советское время, да, когда, ну, как бы и не спрашивали особо. Вот, и поэтому как-то более демократично подходим на сегодняшний день. Ну, может быть, вот это и дает свои плоды, конечно, что много отказников, вот, и отказываются по различным причинам, кстати. И по религиозным причинам, вы знаете, да, много отказов, и по личным причинам, ну, и недоверие к вакцине в том числе. Поэтому я не знаю, ну, да, здесь уже, конечно же, решать, ну, это на уровне, на государственном уровне должно приниматься решение, чтобы, ну, как в советское время вы говорите, да, никого не спрашивать и прививать. Вот, ну, я думаю, мы до этого наверняка будут другие какие-то инструменты, чтобы влиять на, ну, чтобы люди вакцинировались. Как бороться с невежеством, да. Да, я думаю, что здесь может быть действительно более демократичный подход, нежели вот предлагает Даурен. Ну, я понимаю, что мы здесь просто... Мое личное мнение. Конечно, мы здесь просто дискуссируем, мы просто здесь пытаемся отразить разное мнение, что, во-первых, нужно все же Даурен наводить порядок в Медздраве, возвращать доверие врачам. Люди должны получать гарантию, что прививки закупаются в нормальных странах по нормальным тендерам нормального качества, что они доставляются и хранятся. Помнишь, вот, паника была с теми же прививками с ковидом, тоже было много вопросов, что они ставятся не просто медсестрами молодыми, а компетентными врачами или после осмотра врача. И в таком случае это очень большая работа. Ну, мы не исключаем, что движение антиваксеров, оно тоже будет существовать, но сократится гораздо, сократится вот это вот количество людей, которые отказываются просто из-за страха. Канат Умербаевич, а в связи с тем, что рост заболевших растет, то, конечно, у многих еще возникает и вопрос, могут ли ввести в стране карантин, как это было при ковиде, когда была эпидемия. Ну, да, такие вопросы, конечно, возникают при вспышках различных инфекционных заболеваний, но, как я уже сказал, кори – это вакцина, управляемая инфекцией, поэтому, ну, конечно, большинство населения у нас привито. И поэтому, как бы, ну, такой ожидать, как пандемия в ковид, мы, конечно, такого роста не ожидаем. Вот, и поэтому оно на сегодняшний день контролируемое. Вот, тем более мы начали дополнительную массовую иммунизацию, и я думаю, что, ну, в ближайшее время заболевание пойдет на спад. Поэтому карантинные меры тут вводить пока нет необходимости такой.